Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, мы слышали Евангелие, вот последнюю главу, последнюю страницу из Евангелия от Луки, о том, как Господь явился, воскресший Господь явился своим ученикам, как Он сказал им, посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я. И так Он показал свои руки и ноги, Он ел перед ними. Мы находим этот же рассказ немножко по-другому и в других местах Нового Завета, у других евангелистов, например, явно евангелист Иоанн нам рассказывает, наверное, это же явление Господа, но немножко по-другому. Он в конце Евангелия от Иоанна, речь идет о двух разных явлениях. Первый раз Он явился ученикам в отсутствии Фомы, как вы, наверное, помните, а потом через какое-то время, в осенье Он явился, когда Фома был среди них, и как раз Фоме Он говорит, вот посмотри на ноги мои, на руки, на ребро мое, осезай и так далее. Вот то же самое, немножко по-другому. И здесь, может быть, тоже речь идет о двух разных явлениях. Дело в том, что есть такое, по крайней мере, казалось бы, противоречие, что евангелист Лука нам рассказывает о том, как вот Мария Магдалина, другие женщины сначала пошли во гроб, потом рассказывает о том, как два ученика шли в селение Эмаус, и Господь и Вися с ними, они потом его знали при преломлении хлеба, и потом вот эти два ученика возвращаются, и вот как раз после этого, когда ученики Эмауса поделились с другими учениками о том, что вот они увидели воскрешего Господа, вот евангелист Лука приводит вот этот рассказ об этом явлении. То есть, как будто все было в один и тот же день. А тот же евангелист Лука на самом деле в начале другой своей книги «Деяния святых апостолов» говорит о том, что вознесение Господне было через 40 дней после воскресения. Поэтому вот непонятно, как будто в одном месте это все происходит в один и тот же день, а в другом месте тот же евангелист нам говорит о том, что это было через 40 дней. Но среди разных возможностей объяснения экзегеты делят вот этот рассказ в конце Евангелия Туки на две части. Если так, возможно, действительно речь идет о двух разных явлениях. Но для нас самое важное как раз не это. Господь говорит, посмотрите на мои руки и ноги, осъезжите меня. Апостоли действительно боялись, что перед ним находится, как написано здесь, дух, то есть призрак. Вот почему Господь говорит, вот посмотрите, трогайте, прикоснитесь вот ко мне, и вот чтобы они убедились, что это Он, во-первых, и что Он не призрак. А вот это действительно Он, который победил смерть, воскрес, и вот явился им. Одновременно это нам показывает, что воскресение для нас, христиан, это не то же самое, что, например, бессмертие души, в которую уже древние греки и другие цивилизации верили. Так и многие атеисты до сих пор верят, что душа бессмертная, то есть если человек прожил жизни, как сказать, хорошо, оставил после себя какие-то труды, допустим, или вот какие-то вещи, которые достоин памяти, действительно его душа, то есть память о нем остается. Но это не есть воскресение. Воскресение – это что-то совершенно другое, намного важнее. Воскресение – это победа, победа над смертью. Воскресение – это касается не только нашей души, но и нашего тела. Вот поэтому Господь так вот несколько раз говорит в этом месте о том, чтобы апостоли посмотрели, может быть, прикоснулись, трогали, видели, что вот это его руки, его ноги, его раны. С другой стороны, то, что вот речь идет как раз об этих ранах, может быть, здесь есть и другой смысл. Господь хочет указать на смысл страдания. Ведь вот эти, как сказать, следы от распятия, от распинания, они как раз показывали, что он страдал, что он умер. А вот как раз это и было самое сложное для верующих иудеев. Вот как это так? Вот есть ли он Господь, почему он страдал, почему он умер, как любой человек? И даже не просто как любой человек, как самые плохие люди. Ведь в Библии, во Второзаконе написано, проклят пред Богом всякий, повешенный на дереве. И потому иудеи думали, что вот кто умирает распинанием, кто умирает на кресте, тот проклят. А вот как раз апостоли не могли принять этот факт, что вот их учитель, которого они были уверены, есть Господь, есть и Сын Божий, а он умер, как наихудший из людей. И вот как раз это и хочет объяснить им воскресший Христос. Потому он говорит, он объясняет им Писание. Вот здесь Лука говорит, он отверз им ум к уразумению Писания. То есть он им объяснил, что так надлежало пострадать Христу и воскреснить из мертвых в третий день. То же самое на самом деле воскресший Христос делал с учениками в Маусе. Он им объяснил все места из Священного Писания, которые говорили о нем. И говорили как раз о том, что Сын Человеческий, что Мессия должен страдать. Наверное, он говорил, он повторял им те места из книги пророк Исаии, где речь идет о том, как раб Господень, слуга Господень, или отрок, Сын Господень, он должен страдать. И должен страдать именно потому, что он есть Царь-Искупитель, потому что он берет на себя искупление человечества. Вот смерть этого раба Господня – это в очах людей неудачи и поражения, а вот перед Богом – это победа и слава. Об этом же говорят некоторые псалмы, об этом говорит Ветхий Завет в разных местах. Но у апостолов было совершенно другое представление, более простое, о том, что вот Сын Человеческий, Мессия, должен быть каким-то могущим, сильным царем. И вот здесь и происходит такое настоящее обращение, последнее, окончательное обращение апостолов. Они вот отныне будут понимать совершенно по-другому всю историю спасения. И также свои отношения с Господом. Поэтому Христос воскресе говорит, вы – свидетели сему. То есть вы должны свидетельствовать именно об этом, о том, о важности страданий. И вот получается, что вот эти шрамы, эти следы от креста, они, как ни странно, становятся доказательством, что он победил смерть. Дорогие мои, как часто мы жалуемся, как часто мы не можем смириться с нашей собственной историей, с какими-то трудными моментами, искушениями, страданиями, через которые мы прошли. А на самом деле, если мы прошли с верою, именно эти шрамы, именно эти следы страдания есть наилучшее доказательство, что Господь все победил. Не только Он победит смерть, но и в нас Он победит смерть. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok